Приветствую вас, позиция ваша мне представляется здравой, позиция ваша мне представляется обыкбатной, позиция ваша мне представляется правильной. Я могу сказать только, что ждать безусловно не нужно, сказать ему, что вы не девочка на побегушках и что нельзя вас как собачку гонять, я думаю тоже необходимо, но потому что... Но с другой стороны, видите как, муж говорит, что вы его не уважаете, и кто знает, может быть в этом действительно что-то есть, кто знает, может быть действительно он так считает, и... Если не хотите вы, к примеру, разводиться сейчас, то может быть и не стоит разводиться сейчас, но спросить его о том, чем он недоволен, спросить его о том, что ему не нравится, и что бы он хотел, что бы изменилось, к примеру. Ну, на мой взгляд, это прям очень важно, потому что... Ошибки... Какие ошибки, о каких ошибках вообще идет речь, что вы делали не так. В общем, предложите ему просто сесть и, собственно, рассказать вам о том, что не нравится ему. Если он сможет это сделать адекватно, да, то в таком случае вам будет о всем говорить. И это он сможет сделать адекватно. Он сможет адекватно объяснить, что именно его напрягает. Вот. Если он не сможет объяснить адекватно, что именно его напрягает, ну, наверное, тогда не стоит даже и пытаться, вот, в таком случае. Не стоит даже и пытаться что-то менять, потому что, скорее всего, ничего хорошего из этого не будет. Не будет, не выйдет и не получится. И не потому что это муть какой-то, какой-то плохой, да, у вас, а просто потому что человек не способен, вероятно, просто, ну, выражать свои мысли адекватно. Вот. Это, я думаю, что менять его, да, то есть, ну, пытаться его изменить, это абсолютно бесперспективное занятие. Вот, вам будет, вам будет только хуже от этого, если вы будете пытаться его менять. Поэтому, все-таки, значит, в таком случае, в таком случае, если он не сможет сказать, что его напрягает, да, то вам нужно, ну, действительно, предложить, предложить почти раздельно. Вот. Это то, как мне видится наша проблема. Вот. И, проблемой является и то, если мужчина считает, что только вы должны меняться, а он для этого не должен делать ничего. А, в этом тоже есть, есть, а, проблема в этом тоже есть, а, я бы сказал, ловушка для вас. Потому что, работает он отношениями, даже не оба, с партнером, а так получается, что он просто на вас перекладывает всю ответственность за то, что происходит. Ну, с другой стороны, с другой стороны, если вы позволяли ему это делать, да, с другой стороны, если вы допускали это, с другой стороны, если так у вас было изначально в отношениях, то, наверное, сейчас для него будет несколько стран. Странно, что вы требуете от него каких-то перемен, ну, вот, туда, в эту сторону. Так, вы решает, нужно вам. Ну, вот. Мужчина, он ведет себя, как родитель. Вот, он... Сначала он ведет себя, как ребенок, а потом ведет себя, как родитель. Вот. Ну, это, по сути... Говорит о системных проблемах между вами, и я могу только здесь предложить вам проанализировать то, чего вы сами хотели бы. Ну, вообще просто, чего бы вы сами хотели бы именно для себя. Как вы относитесь к своему мужу? Любите вы его? Ну, вот. Для чего вам с ним сейчас, к примеру, взаимодействовать? Вот. То есть, ну, чего вы, грубо говоря, ждете от него, ожидаете? Вот. Это все очень важно. Понятно. Так что определитесь обязательно именно со своими целями, да, то есть, чего вы хотите, что вы считаете важным, что вы считаете нужным, что вы считаете ценным для себя, и вот уже как-то из этого и исходить. Вот. Понятно, да, о чем мне больше. Вот. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!